всем добрый вечер или доброе утро кто будет смотреть эфир в записи ждать никого не буду запись оставлю на сутки обещала рассказать о том какие инструменты у меня есть да чем я пользуюсь и что вообще нужно для шоколатье прямо в обязательном порядке что может быть нужно может быть не особо я думаю что самое интересное ну как бы начнем с того что есть у всех это как минимум миксера да и они нам тоже в принципе всегда очень хорошо помогают в работе немножко лишнее двое друзей один очень-очень старенький которому сейчас покажу больше 10 лет это kitchen kitchen heavy duty да такая хорошая добротная машинка я ее искренне люблю я у меня в stories обзор закреплен на него и и сравнение с кенводом уважаю и считаю что он себя полностью оправдывает тем не менее вторая машина у меня тоже есть совсем недавно купила вот вот она такая вот на то есть решила что есть новую модель но тем не менее но его в основном взяла за индукцию потому что на кичине у меня индукции нету и взяла за насадки ничего не могу сказать у кичина насадки гораздо более худшие и многие вообще просто не работоспособны вот тем вот я взяла вторым вариантом долго торговалась а да ну вот теперь такой зверь у меня тоже есть но если мы рассматриваем их как миксеры да то они в принципе равноценные в плане взбивания количества яиц да и там количество теста вымешивания kitchen даже на мой взгляд чуть меньше греет тесто то есть если мы говорим про прямой завес про хлеб китчин чуть чуть лучше справляется и по времени приблизительно одинаково занимает потому что я прошлом году месила куличи прям до 2 сразу до одновременно китчин вымешивал чуть чуть быстрее и требовалось немножко меньше времени на охлаждение да кем вот больше грел тесто соответственно приходилось его чаще охлаждает ну в общем-то идентичные да ну вот мой kitchen он не греет у него нет индукции и к этой модели они вот этого чашу дополнительно они не выпускают ну кинут соответственно греет это большой бонус ну и плюс бонус насадки но это такая вещь как бы может быть шоколадье не шибко актуальная тем не менее например да если мы говорим про миксер все-таки с индукции то за темперировать там достаточно большое количество шоколада и поддерживать его постоянно в рабочей температуре это довольно удобно да потому что если мы например поддерживаем рабочую температуру шоколада такое вещь то здесь следует отметить что после того как шоколад темперирован да он на постоянной основе то есть он продолжает кристаллизоваться все время которое мы с ним работаем то есть в конечном итоге наступает такой критичный момент когда он становится настолько густым что если в этот момент идет заливка форм то есть он практически сразу залипает форму и выбить из формы вообще хоть что-нибудь представляется невозможным да и если например да вот вот такую штуку использовать но в тот момент когда ты там отливаешь фигуры или чего-то там потихонечку подкрашиваешь подделывая что шоколад без движения в марта латов sky ну или в любой другой просто в ванне температурный он достаточно быстро перекристаллизуется и его приходится либо довольно сильно разогревать либо добавлять дополнительные шоколад нетемперированной да чтобы немножечко приостановить кристаллизацию да если идет движение и мы например оставляем уже кристаллизованный шутемперированный кристаллизованный шоколад в чаши постоянно его перемешиваем то такой такой резкой кристаллизации, да, и резкого загустения не идёт. Поэтому, если, например, отливаю, да, фигуры, какую-то кропотливую мелкую работу делаю, когда нужно, ну, наполнять в кондитерский мешок и всё время иметь достаточно большое количество, но всё время жидкого шоколада, то удобнее это делать, да, то есть поддерживать шоколад, например, в Кенвуде, а не в чаше, потому что здесь придётся всё время его разбавлять, это неудобно. Тем не менее, чаша для тех, кто отливает конфеты именно в формах, она очень классная вещь, и я считаю, что как минимальный размер чаши, который вам нужен, это, да, вот такой вот, это на 3,6 литра, здесь одновременно, и шоколадом из этой чаши одновременно можно заполнить, ну, приблизительно, в зависимости от формы тоже бывает разного размера, поэтому приблизительно там 40-50 форм, то есть за раз можно отлить из куска шоколада. есть, сейчас покажу форму, есть чаша, а, не принесла, сейчас 2 секунды тогда принесу форму, покажу. У нас стандартно, да, форма есть двух размеров, да, вот такие формы и вот такие вот формы, да. При работе с чашей на 3,6, вот эта форма, она является оптимальной, потому что, собственно, смотрите, да, размер чаши, вот, и размер формы, он соответствует, то есть выбивать над чашей форму очень удобно, то есть практически весь шоколад вы выбиваете обратно в непосредственно чашу, да, потом его перемешиваете и забираете следующую, когда вы отбиваете вот такую форму, да, она уже, ну, то есть она вот больше, чем эта, она сюда, над формой целиком не, ну, на чаши не выбивается, то есть нам приходится, да, какое-то неровное положение, соответственно, могут быть подтёки, не очень хорошо, не самый удачный вариант. Если у вас преобладают большие формы, то лучше брать чашу, которая следующего размера на 5 литров, но тогда нужно и большее количество форм одновременно отливать. Так что вот этот зверь, это точно must-have абсолютно любому, кто работает с шоколадом, потому что темперировать шоколад и заниматься, да, его постоянным поддержанием его температуры с помощью фена в миске – это просто издевательство над собой, да, то есть это занимает совершенно дикое количество времени, и, ну, так делать абсолютно точно не нужно, да, то есть вы тратите время, силы, непонятно на что, то есть это не самая дорогая вещь, но абсолютно точно та, которая должна быть у любого человека, кто готов и хочет работать с шоколадом, да. Она не темперирует шоколад, она просто поддерживает температуру. Вы можете в ней шоколад растопить, потом, например, вылить его на доску, на мраморную или на гранитную. Сейчас покажу, какая у меня – оттемперировать, либо загрузить там в кенвуд, включить миксер, поставить куда-нибудь в прохладное местечко, он там с течением времени сам оттемперируется, да, дальше повысить температуру, перелить и работать, да, то есть, ну, это вещь, которая должна быть. Что касается темперирования, когда есть время, не нужно быстро, могу загрузить в кенвуд, нехай он сам всё за меня сделает. Если нужно быстро, то предпочитаю брать доску, но у меня не доска, у меня керамогранитная плитка. Сейчас покажу. Вот такая. Размер 60 на 60. Она глянцевая, я не знаю, насколько видно, что она глянцевая. Да, она довольно-таки тоненькая, вот. Вот, но этой толщины при адекватной, этой толщины при температуре в помещении 18-20 градусов вполне хватает для того, чтобы вам оттемперировать 3-4 килограмма шоколада за раз. Потом, либо вы её можете кинуть, например, под струю, да, под воздуходувку из кондиционера, она очень быстро охлаждается, да, либо, если это зима или холодное время года, соответственно, рядом с окном, то есть охлаждается она быстро, в принципе, вам не нужно ничего больше. Мраморные плиты сейчас, ну вот из того, что я последней училась, да, у Бордо, он говорит, что не имеет смысл вообще... Европа отказывается от мраморных плит, потому что мрамор – пористый камень, и всё, что только возможно, в этот мрамор попадает, да, то есть частички пищи, частички шоколада, соответственно, это просто не гигиенично. То есть даже если мрамор в том или ином виде используется, шоколатье – это обработанный камень, он покрывается сверху специальными составами, чтобы закупорить поры. Да, если, соответственно, вы выбираете, что вам купить, это либо гранит, потому что гранит не такой пористый, либо обратите внимание на керамогранитную плитку, это дёшево, зайдите в салон керамомарацци, да, у них есть дисконт-отдел, где по одной штучке, по две штучки какие-то плитки из остатков. Там всегда можно за 100, 200, 500 рублей купить большую плитку, если вам нужно, ну, купите две, например, плитки, вам их хватит за глаза и за уши, причём они есть абсолютно различных размеров, там, вот моя 600 на 600, мне хватает вот выше крыши, да, то есть не имеет смысла, наверное, иметь что-то ещё. Да, это что касается, ну, вот, вопросов, да, темперирования, это, ну, базовое то, что, ну, если вы работаете, это у вас должно быть. Все остальные вещи, это... А, нет, есть ещё одна базовая вещь, без которой тоже никуда, это блендер. Я очень долго, уже его, к сожалению, нет, у меня был брауновский блендер, знаете, стандартный такой колокольчик, и я очень долго все ганаши пробивала абсолютно нормально этим блендером, да, то есть количество воздуха в вашем ганаше вообще не связано с тем, какой у вас блендер, да, вот такой вот шикарный, удобный, да, или это колокольчик. Колокольчиком можно пробить абсолютно идеальный, ровный, гладкий ганаш. Другой вопрос, что брауновский блендер приказал долго жить, его мотор просто тупо не выдержал той нагрузки, которую я ему предлагала. Особенно это касается, когда мы пробиваем более плотный ганаш на нарезные конфеты, да, на трюфели, он по структуре, в принципе, должен быть гораздо более плотным и более стабильным, чтобы он не растекался, да, в момент нарезки. То есть пробить ганаш в корпусные конфеты, он более жидкий, да, он более текучий, можно и тем, а так он просто не выдерживает. Да, этим блендером у меня вот такой работать удобней. По поводу того, какой лучше у меня бамиксовский блендер. Почему выбрала? А, не знаю. Ну, так сложились обстоятельства. На мастер-классах работали с динамиком и с работку приблизительно одинаково и аналогичное. Причем видела, как и бамиксы горят, и как и динамики горят. Ну, вот прям в руках, да, то есть начинают дымиться и прекращают свою работу, да, и то, и то. Так что по надежности приблизительно одинаково. Конечно, если вы продолжаете работать и выходите на чуть более высокий уровень и делаете уже, да, там, не сто, не двести, не тысячу конфет, а вопрос уже исчисляется уже на не одну тысячу, тогда, конечно, имеет смысл задуматься о стационарном таком рыбокупе, который будет хорошо, отлично и здорово все пробивать, не запускать воздух. Но, опять же, минимальная загрузка, да, вот этого большого, не погружного, да, а большого профессионального рыбокупа – это 800 грамм. То есть меньше, чем 800 грамм ганаша он, в принципе, не берет. Тогда в этом случае просто набивает в него кучу воздуха. Это, ну, бесполезная трата, как говорится, ваших денег. То есть если у вас меньше, он вам абсолютно точно не нужен. Если же вам пробивать нужно меньшее количество, да, то любой адекватный, с хорошим мотором погружной блендер с этим справится. Я думаю, что вот это вот из техники, да, ну, must-have у любого, ну, кто так или иначе, да, занимается конфетами, да, в том или ином виде. Ну, а дальше начинаются такие приблуды, которые далеко не маска, но которые облегчают жизнь или увеличивают, например, ваш ассортимент. Да, одной из таких замечательных вещей является меланжер. Я периодически показываю в сторис, он у меня мелькает. Оп, это вот такая замечательная штука. Вот. Ну, это весит, как не знаю, кто он, потому что он внутри, здесь металлический, да, а внутри гранитное основание и гранитный жернован. Сейчас сниму, покажу, на что он похож. У меня вот тут вот совсем недавно делал пасту, да, то есть вот он, дайчик вот такой вот, да, то есть там гранитное дно и два гранитных, соответственно, жирного, да, то есть они вращаются, это всё снимается, да, то есть это можно, ну, снять, почистить. И плюс, ну, да, вот данный конкретный, сейчас поставлю тяжёлую ещё модели, очень удобно. Сейчас покажу. Да, не делай, всё грязно, секунду. Да, он очень удобно, он есть двух разных моделей, да, посмотрите, если интересно будет, он есть в более дешёвом варианте, он тогда не опускается, и, соответственно, всё, что там внутри, да, так как вес очень большой, это тяжело изымать. Данный конкретный вариант, он вот так вот нажимаешь на кнопочку, и его можно опустить, соответственно, аккуратненько шпателем всю твою пасту, которая у тебя образовалась, и да, можно будет вынуть. Что бы ни говорили, амбассадоры Керводу, вот эта замечательная насадка, такую пасту, как делает меланжер, не делает. Совсем, вообще, никак, даже близко, даже из мягких орехов, не бывает идеальной, гладкой, структурной пасты из кенвода. Она просто не способна протереть орех до таких микронов, вот. Если есть желание, я могу, у меня там немножечко паста болтается, я могу показать по текстуре, по структуре, что получается, да, когда пробиваешь в меланжере. Опять же, в меланже разные орехи пробивают по времени по-разному, да, например, арахис, он мягкий орех, и буквально в течение часа, там, часа с небольшим, ты получаешь уже прям вот замечательную, ну, практически идеальную текстуру, да, если мы говорим о каких-то более жестких орехах, да, например, о том же кешье, о том же фундуке, то уже требуется, там, 3-4, ну, плюс-минус часа, да, для получения максимально однородной текстуры пасты. Но игрушка такая, да, наверное, не самая дешевая, да, но она одна из тех, которые себя максимально возможным вариантом оправдывают, да, потому что если еще фундучная паста стоит каких-то более или менее вменяемых денег, то, когда мы говорим о фисташковой пасте, о пасте из, там, пеканы или из какого-нибудь, да, экзотического ореха, то там цена, ну, просто зашкаливает за все разумные пределы. К тому же, например, ту же фисташковую пасту, в нее очень часто добавляют дополнительные ароматизаторы, там, например, миндальные и так далее, которые вкус нежной самой фисташковой пасты просто тупо перебивает. И добавляют не только наши, но многие европейские... Фисташковые, это запредельно, но... Да нет, не запредельно! Килограмм фисташек стоит чищеных 700 рублей. Ну, покупая меланжеры, запускаем фисташковую пасту, паста получается 700 рублей. Вот, и возвращаясь, да, к фисташковой пасте очень часто, ну, смотрите, если все-таки покупаете пасту, на ней очень часто идут ароматизаторы, причем мне, например, очень сильно раздражает миндальный ароматизатор фисташковой пасте. Он настолько перебивает вкус самой пасты, что от нее ничего не остается. Фисташка, в принципе, достаточно нежный по вкусу орех, да, и он не доминирует, он всегда там где-то на заднем плане остается. То есть яркого, хорошего вкуса у фисташки, ну, прямо такого, прямо вах! Его нету, да, она всегда остается на заднем плане. Если туда еще добавляют какой-то микс, то, ну, в общем-то, там вообще ничего не остается. Смысл в этой пасте, при этом она стоит там 3,5-4,5 тысячи за килограмм, да, при стоимости фисташек 700 рублей за килограмм. Соответственно, если у ваших клиентов или у ваших, да, там, родственников, кому вы делаете, да, для кого вы это делаете, ваши конфеты, пасты, шоколадно-ореховые или ореховые начинки, они любимые, люди их просят, хотят, покупают, с удовольствием едят, то задуматься о покупке меланжера стоит, потому что это однозначно экономия, да. Я с удовольствием в детворе делаю нутеллу обычную, да, домашнюю нутеллу. То есть она, ну, она получается хорошая. Хорошая, сейчас покажу, да, то есть, ну, да, отличная, да, ровная, мягкая, однородная, то есть, вот, нету никаких, сфокусируешься, нет, ну, насколько возможно, да, то есть нету никаких крупинок, ничего, да, и, соответственно, я точно знаю, что здесь только орех, только шоколад. Опять же, варьируем, как хотим. Детвора любят у меня фундук с молочным шоколадом, а я, например, очень люблю фисташку с карамельным, да, то есть, вот, у меня из любимых паст, я вот, прям, у меня самый писк, это фисташковая паста с дульчевой, айроновской, то есть, с карамельной дульчей, это прям вот то, что, то, что самое-самое вкусное. Вот, соответственно, при, если у вас есть, да, такая штука, ну, можно, вот, любую пасту, да, даже, которую вы, в принципе, не найдете в смеси, там, так далее, позволить себе сделать. Мой зверь работает до 72 часов беспрерывной работы. 72 часа – это время конширования любого премиум шоколада, да, то есть, Вальрона, какао-бари – это те шоколады, которые коншируются приблизительно 72 часа, да, то есть, эта модель у меня может беспрерывно работать 72 часа. Соответственно, у меня есть в мыслях и планах дойти до обучения с бинту-бар, да, и посмотреть вообще, как всё начинается, да, с какао-бобов, как их обжаривать. Ну, когда-нибудь я туда запущу и какао-бобы, попробую сделать свой шоколад, но до этого уровня пока не дошла. Занимаюсь и работаю в основном на какао-баре. И кое-что из Вальрона периодически беру. Так, о меланжере, наверное, всё. Если есть вопросы, можете спросить, и беру, и пойдём дальше. Вот. Так как этот зверь у меня гораздо более старый, чем тот, то на него у меня был куплен вот такая штука. Это дрожжевочный барабан. Вот. Он разборный. Сейчас покажу. В 3-м виде он занимает место не так много, не так страшен. На, то есть, вот он состоит. Раз, часть. Два, часть. Друга вкладываются, как две миски. В общем, целом, кранятся. Что касается дрожжевочных барабанов. Если это всё-таки не ваши основные заказы, да, то есть, это как добавка по праздникам к основному ассортименту, то, наверное, имеет смысл иметь именно насадку. Да, но не забываем никогда, что миксер с дрожжевочным барабаном мы запускаем вот в таком виде, да, то есть, мы ставим вниз подставку. Да, и мотор работает совершенно в другой нагрузке, нежели он работает у нас как миксер. Да, поэтому, поэтому мотор мы таким образом убиваем. Нужно ли это вам? Да, это другой вопрос. Поэтому, если это не основное, то имеет смысл, да, взять всё-таки, наверное, ну, барабан. Ну, если это не основной вид продукции, с которым вы работаете, то можно взять, да, просто барабан, ну, вот такой вот, как у меня. Если вы планируете, что дрожжево будет чем-то, ну, чем вы реально хотите заниматься постоянно, и вводить в постоянный ассортимент, я бы не советовала, да. Рано или поздно ваш миксер будет этому не разу. Ну, просто, да, ну, как-то так. Вот. Эта вещь у меня от нож-гитары. Я считаю, что вот за те деньги, которые я за него заплатила, он стоит. То есть он полностью выполняет свои функции. И опять же, ну, у меня дрожжи – это поиграть изредка, поэтому не вижу смысла брать себе что-то отдельное. К тому же и так ставить некуда. Да, на такое количество техники, что просто умереть не встать, да. Но, тем не менее, да, вот тут она небольшая, в принципе, игрушка. В общем-то, не очень дорогая. Почему бы и нет. Дальше из того, что есть, из того, что можно показать, это, если вы занимаетесь, делаете там, например, мармелады, нарезные пирожные, соответственно, и нарезные конфеты, то, ну, без гитары вам, наверное, никуда. Ох, тоже, тут еще тяжеленный зверь. Вот она такая. Вот, у меня тоже достаточно простенькая. Да, это тоже делала нож-гитара. Да, то есть, у меня с шагом три. Видно, не видно. Сейчас, а, ну, вот, видно. Вот так вот, вот. Да, то есть, с шагом три для меня это оптимально. То есть, все свои функции, да, данное вот устройство, оно выполняет на сто процентов. Причем, опять же, да, у меня только, ну, вот эта конкретная вещь, но на мастер-классах работала и с европейскими вариантами, и с нашими, которые, да, более дорогие. И, честно говоря, практически разницы никакой, да. То есть, я вот, ну, есть вещи, да, за которые ты понимаешь, что нужно точно заплатить больше, потому что оно стоит этого. Плюс-минус работать что с этой, что с Кадзамовской, что, я не помню, вот еще какая-то фирменная, европейская, вообще за какую-то совершенно безумную деньгу была, да, на одном из мастер-классов, я не поняла разницы. Да, это раз. Второе, не забываем, что, например, разрезать один лист мармелада на ней, это тоже издевательство, потому что вымыть вот из каждой вот этой вот ячеечки потом остатки, ну, то еще удовольствие. Поэтому, если мы говорим о том, что вы хотите на ней просто ровно разрезать один листик, наверное, она вам не нужна, наверное, вы больше времени потратите на ее мойку, да, нежели вы потратите на то, чтобы аккуратненько, ровненько, по линейке разрезать, да, но, опять же, дело остается за вам, ну, как бы всегда выбор ваш, да, надо, не надо, но мы ее берем для того, чтобы было ровно, да, для того, чтобы было красиво, презентабельно, и, в принципе, да, для того, чтобы экономить время. Так вот, если вы берете и режете один ганаш, да, или один лист мармелада, то время вы не экономите, вы ее дольше мыть будете, чем вы сэкономите время, да. Но эта история вот скорее про нарезные конфеты. Я не самый большой фанат нарезных конфет, потому что вот это вот состояние с вилочками и обмакивание, меня тихо вымораживает, я не люблю это издевательство. Смотрите, сейчас вилочки покажу. Вилочки мне в свое время подарили вот такой вот набор. Слушайте, я не помню, кто это, мне кажется, что это Погоня был. Ну, врать не буду. По-честному, короче, я не знаю, зачем мне их столько. Они, в общем-то, в целом стоят, в принципе, без дела. Вот чаще всего пользуюсь вот этой. Да, то есть если пользуюсь, пользуюсь вот этой. Остальные, ну, типа оставлять красивые картинки сверху, не знаю, не использую. Поэтому имеет ли смысл, да, нужны ли они вам, хотите ли вы их так или иначе использовать, да, может быть, имеет смысл купить одну. Вот я говорю, вот у меня вот это, да, обычный трезубец. Остальные малоиспользуемые, но, говорю, у меня, я не очень люблю сами нарезные конфеты в плане изготовления. Не то, что они мне не нравятся, да, с визуальной точки зрения. Я за то, что если нарезная, то лучше бы на машине ее отливать. Но, как говорится, машины нет, линии нет, посему, как бы, нарезные купать в миске, не получаю я от этого удовольствия, как, собственно, и от трюфелей. То есть, это трюфели, это то, что я практически никогда не делаю. Вот. И теперь давайте тогда приедем к корпусникам, да. Мне нравятся корпусники по многим. По визуалу, по способу изготовления, соответственно. Но корпусники – это всегда история про покраску. Покраска – это история про кисточки. И про аэрограф. Кисти – это одно из самого простого. Причем то, что вы всегда можете сделать, ну, прям, зашли, купили кисточку, и прям из подручных вариантов, да, вы всегда можете создать дизайн. Причем очень много дизайнов именно кистевых. Красивых, эффектных, замечательных. Если мы говорим об аэрографе, о краскопульте, то тут вопрос уже, ну, помимо дизайнов, да, вопрос скорости. То есть, если посмотреть любые такие, ну, более или менее большие кондитерские, да, которые продают конфеты, это в основном, в 90% случаях, это дизайны уже идут, аэрографов и краскопультов, потому что так быстрее, значит, дешевле и проще. Сейчас покажу, что у меня есть в закромах родины. У меня таких штучек. Ну, кисти показывать не буду, там, кстати, есть в Эфире эфир, сохраненный по кистям. В принципе, можно заглянуть, посмотреть. Аэрографы покажу. У меня их два. Планирую третий завести, но пока морально не созрело, но заведу. Один у меня аэрограф Инкит. Вот, у него сопла 0,5. Ну, просто стандартный, классический, не очень дорогой аэрограф. Но я его брала самым первым. Вот он такой. Смотрите. Да, я его брала самым первым. И на тот момент я еще, в принципе, не понимала, хочу я красить аэрограф. Буду ли я это делать. Да, что мне не нравится. Да, мне не очень нравится вот такой вот курочек. Да, если красишь достаточно большой объем, палец очень сильно устает. Я бы предпочла, то есть, если я буду сейчас брать все-таки второй, я возьму пистолетного плана, вот как здесь, да, курок. Для большого объема красить пистолетным вариантом удобнее. Здесь прям вот аж мозоль на пальце после того, как открасишь все количество форм этой вещью. Да, второй момент, заливать им формы, ну, потом финальная заливка белым, это достаточно медленно. То есть, тоже та еще история. Медленно, долго, но это вопрос про аэрограф, да. Вторая у меня вот такая штучка, это уже и вата. ЛПХ-80, да, вот он, а, вместе все равно не видно. Со сменным бачком, бачки разные, есть маленькие, есть большие, да, вот этот, по-моему, на 50, ну, вот по размеру такой, он мне оптимален. Да, он удобный, он очень быстрый. Вообще вот данной вещью я прям очень сильно довольна. Регулируется все, регулируется подача краски, регулируется подача воздуха, регулируется распыление, то есть, от, ну, более круглого, да, до более такой вытянутой. То есть, в принципе, регулируется все, работать удобно, работать комфортно, работать с курком тоже замечательно. Мой вот этот конкретный, у него сопло 0,8, брала из расчета, если вдруг там, типа, тортик завелюрить, да, чтобы тоже, ну, 0,8, конечно, маловато, но, в принципе, подходит. То есть, я, если что, и тортиком могу завелюрить, и, соответственно, конфеты окрасить. Кондурин плюс спирт помещать в аэрограф. Вопрос не в том, что можно или нельзя можно помещать и кондурин, спирт в аэрограф, а вопрос в том, что маленькое сопло у вас просто забивается. Вот 0,5, ну, 99% кондуринов, сопло 0,5 у вас забьют. Вот сопло 0,6 уже более или менее, сопло 0,8 через вот этот вот, да, проходит практически все, да, поэтому можно помещать, и многие красят, не вижу в этом ничего плохого. Вопрос в том, что, да, кондурин достаточно все-таки крупная у него фракция, поэтому вы просто, ну, забьете ваше сопло, вам придется его разбирать, чистить. Не самая приятная история. Там просили, кстати, рассказать по поводу разборки аэрографа, ну, я целиком не покажу, на самом деле, но немножко, да, то есть у него откручивается, да, вот носик, там вот видно у нас иголочка, да, и с обратной стороны тоже выкручивается полностью, да, эта часть откручивается, да, следующее, и вот здесь иголку не буду вынимать, потому что потом иголка, там вот этот вот курок, да, вот который есть, там есть дырочка в него, если я вну иголочку, то эта штучка выпадет, ее потом просто неприятно вставлять, да, все, собственно, но больше здесь ничего нету, то есть разбирайте. Я искренне и рекомендую, если вам стремно разбирать, возьмите, поставьте рядом телефон, поставьте на видеозапись, как вы его разбираете, чтобы потом все детальки, которые вдруг окажутся лишними, да, вы потом, ну, нашли. Слушайте, пишут, что, да, на 0,5 и не забивает сопла. Эти кандипрошные кандурины забивают. Какие еще? Сейчас скажу, какие еще. Оп, какие еще забивают точно. Так, какие еще? Вот эти забивают. А я его весь извела, походу. Нету, еще одного не осталось. Вот эти кейк колоры, они точно забиваются, они, ну, хоть он достаточно такая пыль, мелкая. Ох, я не знаю, даже видно, не видно. Ну, вот такое, да, но он забивает его. Мне нравится еще вот очень... А, он у меня ноунейм. Ну, написано, что производство Германии, вот такое у меня из кандурина, вообще шикарного, серебряного и золотого цвета, да, вот он не забивает 0,6, хотя серебро не забивает, золото хуже, золото забивает. Но, видите, все зависит, на самом деле, от конкретного кандурина. Да, 0,5 чаще забивают, чем не забивают. Мелко дисперсные должны быть, если крупные, то, да, может забить. Но, да, не всегда. Слушайте, вот я говорю, у меня вот этот вот немецкий, да, кандурин, он прям вот не видно, да, то есть частичек вообще не видно. И вот серебро через аэрограф, да, через 0,5 проходит вообще шикарно. А золото точно такое же. Оно гораздо хуже проходит. То есть золото я через... Либо кистью наношу, либо закидываю уже в кроскопульт. Как понять, насколько он мелко дисперсный? Понятия не имею. Брать и пробовать. Слушайте, ну, это не самая большая трагедия, если вдруг у вас аэрограф забился. Ну, возьмете, разберете, вымоете. Вообще, ну, не вижу в этом проблем. Я аэрографы не мою. И кроскопульты я, ну, не мою. То есть для меня вымыть аэрограф, это должно, ну, там, что-то такое из ряда вон выходящее случиться, чтобы я его вымыла, да. То есть он у меня... Ну, я обычно, когда заканчиваю, да, работать, ну, вот, собственно, сейчас покажу. Видно, там вот остаточки краски. Они, ну, до сих пор есть. Да, то есть когда, ну, соответственно, когда начинаю работать, я его сначала прогреваю феном. То есть... И дальше... Ну, то есть тут два варианта. Если там оставалась какая-то тёмная краска, то я могу просто чистого какао-маста немножко добавить и пропустить в бумажную салфетку, ну, прогнать остатки краски. Если там оставалась какая-то светлая краска, а я буду работать с тёмной, то вообще не парюсь, а просто прогреваю, заливаю сверху тёмную и немножко так же в бумажную салфетку прогоняю, дальше уже крашу форму. То есть смысла... Ну, мыть смысла его нету вообще от слова совсем. Ну, единственное, как бы, только в том случае, если он у вас по какой-то из причин забился. Если он у вас не забился, ну, нафига издеваться-то? Вот. Забивается, кстати, чаще всего на диоксиде титана. Причём уже тысячу диоксидов перепробовала. Сейчас покажу. Меньше говоря, пока не нравится ничего, кроме соса. Вот я диоксид покупаю сосовский, потому что сосовский и ещё эти... Господи, цветочки-то. Краситель в цветочках. В цветочках. В цветочках вот такой. Как они её? Power Flower, да? Вот у этого совершенно... Ну, это просто красить конфеты им, да? Заливать белым слоем финальным. Это издевательство, как дорого. То есть я цветочки беру, использую, да, для фигурок. То есть когда я делаю окраску именно, ну, поверхностную униформу, а саму фигуру крашу, да? То есть я крашу Power Flower, потому что он намного более даёт ровный и однородный тон. Да, Candy Pro Shumny мне не очень нравится. Если красители я Candy Pro Shumny использую с огромным удовольствием, да, у меня вся их палитра, и, ну, как бы, у меня к ним, честно говоря, вообще никаких претензий, кроме диоксида. Диоксиду мне их не нравится прям от слова фу-фу-фу. Совсем-совсем. То есть его и блендером пробиваешь, и потом процеживаешь, и всё равно какая-то взвесь остаётся. Я практически им не пользуюсь. Поэтому вот из последнего, что вот уже много диоксидов перепробовала, вот SOS я осталась очень довольна, и по деньгам что-то как-то она, ну, адекватных денег стоила. Кстати, по поводу процеживания, на Алиэкспрессе продаётся вот такая вот сетка, да, она для процеживания краски. Вообще супер вещь. Во-первых, многоразовая, то есть один раз купили кусок сетки, потом стираете, и, то есть она настолько мелкая, что она вообще всё, ну, всё-всё-всё-всё-всё ненужное захватывает, да, все ненужные частички. Потому что красители мы, естественно, процеживаем блендером, пробиваем, и уж кулик красителем прибежали. Из техники ещё вот такая штука, икеевская, очень удобно, это капучинатор, да, слушайте, им удобно. Либо если вам нужно смешать какое-то совсем небольшое количество краски с какао-маслом, я так делаю очень редко, да, то есть я обычно сразу беру там грамм 300 масла, и развожу краску, всё пробиваю, и оставляю, потом храню вот в таких вот, вот в таких вот конфликнерах. Да, вот. Какао-масло, потом его просто подогреваю и использую. Вот, но если вдруг по какой-то причине нужно смешать небольшое количество, очень удобно. Кроме того, красители у нас, ну, мы их называем жирорастворимыми, да, но по факту многие красители, они жиродисперсные, то есть они не растворяются, они просто смешиваются, да, тот же диоксид титана, он не растворяется ни в жире, ни в воде, то есть максимум, что мы получаем, суспензию, всё, мы его не растворяем. Соответственно, так или иначе, он всегда будет у нас стремиться осесть на дно. Вот этой штукой гораздо удобнее смешивать, перемешивать, чем палочкой. И если вам интересны фигурки или любое другое кистевое окрашивание, то работать вот в такой палитре керамической тоже очень удобно. Да, во-первых, её подогревать удобно, да, во-вторых, её потом хранить, то есть там, вон, краска застыла, ну, собственно, она у меня так и будет лежать до следующего. Потом возьму, подогрею, и можно работать. Да, про аэрографы поговорили, тогда пойдём к компрессорам. Любой аэрограф и, соответственно, краскопульт будет требовать компрессора, да. Всё-таки шоколадье, краскопульт типа а-ля Вагнер они, ну, не используют, потому что расход краски совершенно дикий. Какао-масло – это один из самых дорогих ингредиентов, и выкидывать его, ну, на ветер – это безумство какое-то, да. Поэтому красить конфеты, как кто-то тут рекомендовал Вагнером, ну, не знаю, та ещё история. Значит, что касается, да, компрессоров. У меня их два. Один мой, один у мужа утащила. Мужа не очень люблю, он, зараза, не потащу его сюда. Во-первых, он очень тяжёлый, во-вторых, он безумно шумный, рекомендовать его не буду. Думаю о третьем. Ну, куплю, наверное, если из дома не выгонят вместе со всей аппаратурой. Да, вот так, у меня есть вот такой вот массенький, да, джазик. Вот характеристики, да, тоже вот периодически показывала. Он прям зайка-зайка. Он очень-очень тихий, его не слышно. С ним… Сейчас я его включу, вы его послушаете. С ним можно работать. Даже ночью никто из соседей вас не убьёт. Это вообще совершенно замечательная вещь, да. Вот он так себя ведёт. То есть он тихая, замечательная зайка. Этот маленький, да, зверь потянет вам аэрограф до 0,6. То есть 0,3, 0,5, 0,6 – это будет максимум, да. То есть 0,6 – его практически уже будет не хватать. Ему, да, у него бачок трёхлитровый маленький. Какой это номер. Сейчас договорю, посмотрю. Трёхлитровый маленький бачок. То есть он будет практически работать постоянно, не выключаясь. Да, но, тем не менее, он очень тихий, он очень маленький, да. Вот он у меня в руках, он очень лёгенький. Если вы работаете с аэрографом, да, нету ничего более, да, не собираетесь там торты велюрить, да, то вот этого вам хватит. Если у вас уже, да, вот как у меня сопол уже на 0,8, он 0,8 не тянет, да, то есть с ним на 0,8 работать невозможно. У меня там уже огромный здоровый компрессор на 160 литров в минуту. И, соответственно, вот уже работаю с ним. Но он рычит, поэтому, так как это не мой, то мужа из гаража утащила. Вот, ну вот планирую купить себе второй, третий, 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 да, вот. Ну, посмотрим. Вот, это джаз. Джаз мощный 150 ватт, частота 50 герц, давление 0,4, 23 литра в минуту, 3,6 килограмма. Да, то есть вот он такой. Вот вы про этот номер? Если вы про этот номер, то я вам ответила. Да, соответственно, к аэрографу, к соединителям нам нужны, да, какие-то шланги. На шлангах рекомендую, да, вот такие вот штучечки сверху. Это называется быстросъемы, чтобы не накрючивать так быстро. Раз, и так же снять. То есть между собой, если у вас 2-3 аэрографа, и, ну, вам нужно их менять, да, то есть это очень удобно. Покупайте быстросъемы, да, то есть они, ну, и с этой стороны, и с этой, да, он на резьбе просто накручивается. Да, и дальше так, чпок, очень удобно, очень быстро, опять же, это все очень сильно экономит ваше время. Ну, а время и деньги, это всем известно. Так, это немножечко, да, про компрессор, и дальше, если мы красим аэрографом и компрессором, то хотим, не хотим, но количество какао-масла, летящего на нашу, там, кухню, мастерскую и так далее, оно просто зашкаливает. Как девчонки красят вообще без всего еще и без масок, я, честно говоря, ну, тихо не понимаю. Да, я крашу в коробе, потому что это экономит мои силы на дальнейшую уборку, потому что это какао-масло, оно потом везде, просто везде, да, это, соответственно, практически короб полностью вытягивает. Ну, мне сейчас покажу и короб, и все остальное, да, короб практически полностью, у меня вентилятор стоит, вытягивает, вообще все, в принципе, можно даже красить без респиратора, без маски, да, то есть количество пыли, которое выходит за пределы короба, оно настолько минимально, ну, вот как-то так. Короб, там в актуальных сторис у меня закреплено, короб у меня делают и делали для меня по моим чертежам друзья, да, то есть я их просила, я у ребят тоже видела, ну, короб, ну, у ребят была деревяшка, я понимаю, что мне деревяшка неинтересна, она мне неудобна, то есть я деревяшку делать не стала, да, я друзей попросила, они мне сделали пластиковый, соответственно, он очень удобно хранится, то есть он разбирается и превращается просто в шесть таких пластин, соответственно, когда он собирается, его потом удобно чистить и мыть, деревяшку фиг помоешь. Сейчас принесу короб. Нет, нести-то я его принесу, он вообще создается от всего безумного количества всего. Так, вот такая штука. Сейчас покажу поближе. На сверху отверстие, на вот так вот он выглядит, свежеокрашенный, совсем недавно его мучили. На него вытяжной вентилятор. Ох, у меня 280 метров кубических в час мощность. Вообще, на самом деле, чем мощнее, тем лучше. Ну, смотрите, какая прелесть. Это после одной окраски. Это, ну, то, что теоретически могло попасть в ваши легкие, да, то есть, эта штука сюда. Сюда, сюда, к нему дальше. Ну, вот, предвидительно, вот такую штуку. Ну, а вот так вот, да, не буду сейчас собирать. Ну, а дальше куда хотите. Хотите в окно, хотите в вытяжку, ну, куда вам удобно. Это, на самом деле, уже не принципиальная история, да, но вы просто экономите силы на уборку. А уборка – это вообще самое значение, которое есть. Да, соответственно, короб, он... Сейчас еще где-то штучка была. Да, лампочка присоединяется, да, то есть, сверху, ну, самый обычный патрон куплен в магазине, лампочка, дырочка есть, вставляется, лампочка прикручивается, да. Дополнительный свет, ну, никогда лишним не бывает. Вот, то есть, я крашу в этой штуке всегда, то есть. Так удобней, так чище, да, и вот, собственно, все, что сейчас осталось, вот, все после... Это тоже, это все единая покраска, я его еще не мыла. Руки не доходят до него, да, и, соответственно, все, что осталось там, оно бы все было либо на моем столе, либо, да, вокруг, там, на стене, на люстре и так далее. Так это все ушло в вытяжку и все остальное. Соответственно, уберу, покажу, да, и разбирается он тоже, вот, буквально, до конца разбирать не буду, да, ну, вот, и, соответственно, складывается в несколько, в несколько пластин друг с другом. Место не занимает, а это актуально всегда, чтобы место не занимало. Так, это про покрасочный короб, о чем я еще забыла. О, я знаю, о чем я забыл, о чем я привезу, и его сюда. Тандей, слушайте, вот у меня есть один такой маленький зверь, да, а сейчас я докупила себе еще большого, но ни разу пока не использовала, вот, так как доделываю ремонт в том месте, куда я со всем своим скрабом в ближайшее время, ну, блин, я еще тут, наверное, все-таки перееду. Вот, что касается кондиционеров, не верьте глазам своим, если у вас на рекламке написано, что кондиционер охлаждает 25 квадратных метров, нифига подобного не охлаждает он 25 квадратных метров от слова совсем, да, в адекватной рабочей температуре он будет поддерживать, ну, приблизительно половину от того, что заявлено, ну, в основном, в основном это так, да, соответственно, вот эти вот малютки, если я не ошибаюсь, этот у меня был, не помню, написано у него, мне кажется, что он был на 18 метров, но по факту, по факту он в адекватном температурном диапазоне может поддерживать, ну, метров, может быть, 8, да, то есть, ну, очень-очень-очень ограниченное пространство. Я его периодически использую как осушитель, потому что не столько критична температура, сколько, вот, чисто по моему мнению, критична влажность. Если с высокой температурой я могу работать, например, ну, всё относительно, да, конечно, когда 30, никто не может, да, но, тем не менее, то с высокой влажностью работать невозможно, да, поэтому, вот, что точно мастхэв, это гигрометра, да, вот сверху температура, 23,5, да, вот снизу, соответственно, влажность, то с высокой влажностью мы работать не можем. При влажности выше 55, Затемперировать белый или молочный, ну, ещё молочный куда ни шло. Белый шоколад вообще сложно, молочный чуть-чуть легче, тёмный, возможно, но тоже уже, да, при 60 всё забыли. То есть, те сахара, которые содержатся у вас в шоколаде, они водичку любят, они водичку поглощают, и, соответственно, это вот то, о чём мы, кстати, в сегодняшнем посте говорили, да, то есть, если влажность ганаша больше, ганаш в воду будет отдавать в окружающую среду, да, если здесь сухо, и, соответственно, наоборот, если влажность, а влажность шоколада она у нас, и активность воды шоколада, она у нас минимальная, да, то он будет воду из окружающей среды поглощать. Поэтому для нас влажность 55% – это критичная влажность. Выше влажности 55% работать не надо. Поэтому я чаще вот этого зверя использую не как кондиционер, а как усушитель воздуха. Потому что в то же летнее время, да, ну, мы в Питере, да, я в Питере здесь живу, у нас 18 – это вообще отличная стандартная температура. Как говорится, занимайся шоколадом не хочу, но есть большая другая проблема. При 18 градусах средняя влажность в летнее время у нас где-то 70. Всё, забыли, в 70 мы ничего сделать не сможем. Соответственно, включив осушитель, мы можем просто частично помещение осушить. Зимой проще. Зимой окошко открыл, быстренько проветрил, да, температуру стабилизировал, а из-за того, что постоянно работает отопление, влажности, собственно, нету. Вот у меня сейчас 28% влажность, да, то есть отопление включено, влажность 28%. В принципе, она выше 35, иногда 40, с открытыми окнами. Я не помню, чтобы поднималось. То есть очень сухо, в комнатах всегда увлажнители стоят, потому что тяжело, когда так сухо. Ну, для шоколада это вообще отличный вариант. То есть работать с шоколадом при низкой влажности здорово. При этом работать с шоколадом при низкой температуре не здорово. Мне здорово, совсем недавно в директы были вопросы, что я делаю не так. На формах всё скатывается. Температура там форм 16-18. Ребят, 16 это критично, это очень мало. Посмотрите, даже на иностранных сайтах очень часто шоколадье формы греют феном. До того, как их покрасить, их прям подогревают, смотрят температуру, да, холодновато греют. У меня тоже висит где-то там, в самом-самом низу кусочек формы, прям, ну, прилипшая часть конфеты, часть краски к форме не отошедшей. В моём случае, да, была проблема открытого окна, сквозняк, он практически моментально охлаждает форму, когда форма охладилась, да, ну, то есть там на улице у меня, ну, зимой, я не знаю, минус там 10, минус 12, да, я открыла окно, температура падает прям моментально, форма остывает до 10 градусов, вот, буквально на глазах. Поэтому в этом случае всегда прогреваем, вот, ниже 18 упасть форма точно не нужна. Пусть она лучше будет 20, да, то есть, ну, практически для всех дизайнов 20 это нормально. Даже 22 сойдёт, но вот ниже 18 уже нет. Ну, а с важностью поговорили. Так, Кандей показала. Кого ещё показать? Не знаю, наверное, всё. Из техники, по крайней мере, ну, вот, то, что я собрала, прикупила и пользуюсь. Если есть вопросы, соответственно, по каким-то ещё моментам могу по технике необходимой, да, для работы что-то ответить. Если нет, ну, тогда спасибо за внимание, эфир сохраню на сутки, если он сохранится, если сейчас Инстаграм не зависнет, да, эфир, соответственно, сохраню на сутки, потом он просто уйдёт, потому что он мне сейчас ленту разобьёт, а она у меня красивая составлена, не хочу разбивать. Поэтому смотрите, хорошего вам вечера, хороших выходных. Вот. Как-то так. Я так понимаю, что вопросов нет, тогда я отключаюсь, пойду свой скраб прятать без акрома. Вот. Доброго вечера. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok